Николай Леонов, Алексей Макеев. Постороннее лицо. Сборник. Постороннее лицо. Повесть. Глава первая. Геннадий Травкин вышел на перекресток лесных просек, остановился и глубоко вздохнул осенний воздух, пахнущий палой листвой. — Ух, как хорошо! Да чего же замечательно, что теперь он на пенсии. Это означает, что не надо никуда спешить, никакое дело над душой не висит. Можно все делать в свое удовольствие. Вот выпал ясный денек, подходящий для сбора грибов. Пожалуйста, можешь взять корзинку и отправиться в лес, искать дары природы. Геннадий Ильич это занятие очень любил. Сбор грибов был его страстью. Но раньше, пока работал, у него до этого дела руки доходили крайне редко. В будни он целыми днями баранку крутил. Иногда до позднего вечера в рейсах задерживался. В выходные, если в теплую пору, жена доставала. Мол, поехали на дачу, сажать, копать, чинить забор пора. Так до самых снегопадов. Только теперь, наконец-то, можно пожить в свое удовольствие. Вот, всего часок прогулялся по сосновой гриве, а уже десяток маслят, да вдвое больше рядовок собрал. Хочется еще найти, но куда же направиться? Подумал Геннадий Ильич и огляделся. Можно пойти налево. Но эта дорожка вскоре выведет меня к поселку с аккуратными домиками, клумбами, магазином, расположенным в конце улицы. Нет, туда я пойду в самом конце прогулки, когда корзина будет полна грибов, и сяду на автобус. Можно было пойти прямо. Там густо стояли молодые сосны. Под ними Травкин в прежние посещения леса не раз находил очень даже неплохой урожай маслят. Но он знал, что эта дорожка метров через 200 круто спускалась во враг, а потом также поднималась из него. Геннадий Ильич с некоторых пор этого не любил. Все из-за сердца, которое постоянно пошаливало, а иной раз болело невыносимо. Да и ноги уже не так резво одолевали крутизну. Поэтому Геннадий Травкин решил пойти направо. Здесь сосновый лес сменялся лиственным. В березах, дубах и осинах маслята вряд ли найдешь. Зато тут могут встретиться поздние поддубники. Те же рядовки или еще какие грибы. Геннадий Ильич пошел направо и вскоре свернул с дорожки в лес. Какой смысл по тропкам ходить? Тут вон сколько всякого народа шастает. Вот и сейчас спереди женщина с такой же корзинкой идет. Сзади компания, по виду спортсмены. Нет, надо в сторону принять. Травкин сделал это, тут же увидел пару зонтиков и подобрал их. Он прошел еще несколько метров и вдруг заметил за большой осиной что-то необычное. Что это там белеет? Пенсионер обогнул дерево и остановился как вкопанный. На земле ничком лежал человек. Это был мужчина в спортивном костюме и белых кроссовках. Их-то и увидел Травкин еще издалека. Ему показалось, что человек этот просто прилег, а решил отдохнуть на осенних листьях. Но Геннадий Иванович сделал еще шаг вперед и увидел, что затылок мужчины окрашен в красный цвет. Да у него вся голова разбита, мелькнула в мозгу Грибника. Кровь была не только на голове, но и на куртке, и на листьях рядом с телом. Ее было очень много. Это привело пенсионера Травкина к предельно ясной мысли. Он убит, заключил Геннадий Ильич. Это как пить дать. Надо бежать отсюда поскорее, прямо сейчас. А то припутают меня к этому делу, потом не отмоешься. Он уже было повернулся, чтобы уходить, но тут услышал, как сравнительно недалеко хрустнула ветка. Травкин поднял глаза и увидел ту самую женщину с корзинкой. Тоже, значит, в эту сторону направилась. Решил отоптать ту же поляну, что и я. Вот есть же такие вредные люди, которые всегда норовят у тебя добычу из-под носа ухватить. И как теперь сбежать? А если эта мымра найдет покойника и поднимет крик на весь лес? «Потом в полиции скажет, что видела меня возле тела. Вот тут уж я точно пропаду. Значит, нужно первому подать сигнал тревоги. Может, еще и обойдется», — рассудил пенсионер. Геннадий Ильич набрал в грудь побольше воздуха и крикнул. «Женщина, можно вас попросить сюда подойти? Тут что-то такое странное». Звонок генерала Орлова застал полковника Гурова в тот момент, когда он заканчивал оформление только что завершенного уголовного дела. Далеко не самого простого, связанного с вымогательством и похищением человека. Лев Иванович занимался им последние две недели и полностью раскрыл. Преступники угодили под арест и должны были предстать перед судом. Такой работой можно было гордиться. Так что Гуров собирался дать себе небольшой отдых. Решил прогуляться по улице, благо и денек выдался самый подходящий для этого. Можно было даже пообедать, потом вернуться в кабинет и приниматься за следующее дело. Однако вызов, поступивший от начальника главка, не оставлял времени для размышлений, и сыщик направился в кабинет генерала. Когда он вошел в помещение, Петр Николаевич кивнул ему на кресло и сразу приступил к делу. «Тут вот какая ситуация, Лев Иванович», — сказал он. «Поступила просьба от начальника управления города Столбовое. Он просит прислать хорошего сыщика, чтобы тот помог его ребятам расследовать одно дело». «А что там такого случилось, что его ребята сами не могут со своей работой справиться?» — осведомился Гуров. «Столбовое вроде не самый криминальный город. Там преступность вроде не особо распоясалась. С чем связано это дело, в котором им требуется помощь?» «С убийством, Лев Иванович», — ответил Орлов. «Самая твоя область». «Понятно», — протянул Гуров. «Да, это как раз по моей части. А что, убиты сразу несколько человек? Или, может быть, с особой жестокостью? Что в этом преступлении такого особенного?» «Нет, убит всего один человек», — сказал начальник главного управления уголовного розыска. «Особой жестокости вроде незаметно. Нечто особенное заключается в личности убитого человека, в том положении, которое он занимал в городе Столбовое. Впрочем, что загадками говорить? Сейчас я тебе это дело вкратце изложу». Генерал-лейтенант сделал паузу, подыскивая нужные слова, затем снова заговорил. «В пригородном лесу, под названием Сосновая Грива, недалеко от поселка, именуемого точно так же, было обнаружено тело адвоката Дмитрия Павленко. Он был убит несколькими ударами по голове, нанесенными чем-то вроде тяжелой шоферской монтировки. Оперативники быстро обнаружили эту штуковину неподалеку в кустах. Тут ничего особенного нет. Сложность заключается в личности самого убитого и в его связях. Дело в том, что Павленко был доверенным лицом крупнейшего в городе предпринимателя Алексея Игоревича Чугунова. Должен заметить, что эта фигура является видной не только для нас, но и для всей России. Он входит в список ста самых богатых людей страны. Здесь ему принадлежат химкомбинат, горнорудный карьер, где добывается селитра, и куча всяких других предприятий, не столь крупных. Чуть ли не четверть всех жителей города работает у Чугунова. Представляешь масштаб? Понятно, с какой осторожностью относятся наши тамошние коллеги к этому человеку. Между тем, едва начав расследование, оперативники обнаружили, что имеется куча улик, которые указывают на Чугунова, как на лицо виновная в гибели Павленко. «Я тебе сейчас все эти обстоятельства озвучивать не буду, времени нет. Тебе их на месте изложат гораздо лучше. В общем, наши тамошние коллеги несколько зарабели». «Можно сказать прямее, наложили в штаны», — хмуро поправил начальник Агуров. «Ну, это ты очень резко сформулировал», — сказал Орлов. «В общем, они испытывают большую неловкость, но расследовать убийство хотят. Не собираются все свалить на какой-нибудь бытовой конфликт, на случайного прохожего, как у нас иногда бывает». «Что ж, и то хлеб», — заметил сыщик. «Значит, мне можно будет рассчитывать на их помощь». «Да, на поддержку тамошних коллег ты вполне можешь рассчитывать», — заявил генерал-лейтенант. «Так что обойдешься своими силами, без содействия полковника Кричко». «Я ведь знаю, что ты любишь выезжать на такие расследования вместе со старым другом». «Не сказать, чтобы это было похоже на дружескую поездку на пикник», — заметил Гуров. «Пикник или нет, а только поедешь ты один», — сказал Орлов. «На месте свяжешься с начальником тамошнего управления Григорием Павловичем Бессоновым». «Это он мне звонил, просил о помощи, изложил все обстоятельства. Вот ты к нему сразу по прилету и обратись. А уж он познакомит тебя с твоими коллегами, которые сейчас это дело ведут. Когда сможешь отправиться?» «А когда ближайший рейс, не скажешь?» — спросил сыщик. «Я интересовался этим. Ближайший завтра утром. Семь часов», — ответил генерал. «Успеешь?» «Почему же не успеть?» — отозвался Гуров. «Семь, так в семь. Зато с утра смогу приняться за работу».